Любовь к радиоволнам до суда довела Хабаровчанина. На крыше многоквартирного дома, где живет радиолюбитель, установил антенну. Простояла она там не один десяток лет. И тут выяснилось, что антенна – это причина многих бед в доме. Товарищество собственников жилья поддало на радиолюбителя в суд. О радиоволнах и волнениях с подробностями Ирина Забродина. Идем на дачу к Сергею Домбровскому, потому что именно сейчас здесь хранится радиолюбительская антенна. Сюда ее привез Сергей после того, как его вынудили убрать ее с крыши. О, это она такая большая, да? Это аналог той антенны, которая стояла на поменьше. Совершенно правильно. 37 лет стояла эта конструкция у вас на доме, пока председатель ТСЖ не решил, что, во-первых, из-за нее у вас течет крыша, причем в нескольких подъездах. Во-вторых, страдает подвал тоже. Уже пострадал. Уже пострадал. В-третьих, вообще ей на крыше не место, потому что кровля не приспособлена для нее. И в-четвертых. Она раскачивает дом. Соответственно, дом и подвал, и фундамент несет критические нагрузки, которые привели к очень сильным там разрушениям, нарушениям. Но она же большая. Она весом 500 килограмм, габаритов были 9 метров у нее. Ну, для сравнения, заливные полы в любой квартире где-то 6,5 тонн. Та нагрузка ничтожная. Вы радиолюбитель, вы выходили в эфир, да, там что-то общались? У меня и ребята с ДСА, и девчонки, и мальчишки через Луну разговаривали, с МКСом разговаривали. То есть много через мою радиостанцию прошло молодежи, которые сейчас серьезно занимаются этим делом. А зачем вам в городе? Ну, вот здесь пусть стоит у вас вот эта антенна. Чтобы с УКВ станциями работать, конечно, нужна антенна дома. Чего меня сейчас лишили, грубо говоря. Приехали к дому Сергея Юрьевича. Вот как раз его окна на девятом этаже, и над ними стояла антенна. Но есть фотографии, да, можем показать, как это выглядело. Честно говоря, я понимаю людей, которых вот вполне может испугать вот такая конструкция. Она выглядит довольно-таки громоздко. Я так поняла, у вас такая своя есть версия, что, в общем-то, председатель ТСЖ не испугала совсем эта конструкция, а какие-то личные мотивы, да? Она захотела деньги. То ты, говорит, платил бы денежку, и спокойно никто тебя трогать не будет. Вы же эту антенну устанавливали, насколько я понимаю, законно. Кто разрешил вам ее устанавливать? 20-е Дома управления. Я все эти документы предоставил в ТСЖ, но в ее письме, вот в этой папке, есть четкий ответ, что тех документов, которые мы у вас запрашиваем, у вас нет. Значит, ваша антенна установлена незаконно. На вас теперь поданы иски? Значит, сначала был подан иск, что я нарушаю права других собственников. Суд присудил убрать антенну? Да, да. Я это решение исполнил. Они потребовали все судебные расходы на это дело. В сумме всего 16 тысяч. И вот за эту вот горе строю экспертизу, которая обследовала подвал. Вы должны теперь еще и заплатить за экспертизу. В восьмой подъезд пострадал фундамент. Написано от многократных затоплений. Стеновые панели, фундаментные плиты там, черти что написано. И туда же приплели антенну, что антенна тоже способствовала. Вот здесь у нас находится товарищество собственников жилья «Луч». Сейчас пообщаемся с его председателем. Он обязан был обратиться ко всем собственникам за волеизъявление. Когда устанавливалась антенна, еще собственников не было. Как он мог спросить у вас разрешение, если вас еще не было? 285-я квартира. Когда узнала, что мы судимся с собственником квартиры 252, она нам подошла и сказала, большое вам спасибо. Вся семья с этой комнаты, где они раньше спали, они ушли. То морзянка там какая-то, то шумы. Человек на основании решения суда демонтировал антенну. Есть судебные расходы, которые обязаны просто возместить товарищество. Пожалуйста, экспертиза. Установленная антенна напрямую влияет на эту ситуацию. На подвал. На несущие конструкции. На подвал. На несущие конструкции фундамента и стен. Рекомендовано владельцу антенны восстановить в первоначальном состоянии парапет, который он отсверлил. Я не сверлил парапет? Вот. Заключения нет, что я сверлил? Будет заключение. Скорее всего, это не последний иск. Скорее всего, не последний, конечно. Да, вы мне предлагали заключить с вами договор, платить небольшую денежку, и что антенна будет стоять. Как к этому? Потому что это закон для всех. Кто использует общее домовое имущество, платит в бюджет ТСЖ соответствующие деньги. Если бы он платил за антенну, то тогда бы не было этих проблем. Нет, мы бы рассмотрели этот вопрос по-другому. Суды уже скольки инстанции признали, в общем-то, правоту вашего ТСЖ? Да, в крае мне слова не дали сказать. Мы только сидели и слушали. Хорошо, вот сейчас что будете, планируете делать? Я буду ходатайствовать о пересмотре данного дела. Ирина Забродина, Вячеслав Гирич, Большой город Лайф.